Казалось бы, только подутихли споры касательно назначения Фаррелла Уильямса креативным директором Луи Вьютон. Речь шла о том, что мода умирает, о том, что музыканты теперь возглавляют модные дома вместо дизайнеров. Так вот только эти споры подутихли, как недавно прошедшая в Париже неделя высокой моды подарила новый повод для дискуссий. Причем спорят между собой здесь сами дизайнеры, которые показывали свои коллекции в рамках недели высокой моды. Но риторика примерно та же. Кутюр уже не тот, кутюр умирает. В этом видео поговорим с вами о том, что вообще такое кутюр, чем кутюр на неделе моды отличается от обычных, какие бренды получают право показывать там свои коллекции. Конечно же, обсудим прошедшую неделю высокой моды в Париже. Я, как обычно, собрала самую интересную информацию. Во-первых, поговорим о том, чем вдохновлялись дизайнеры. И я вас уверяю, когда вы углубляетесь в это, то вы совсем по-другому смотрите на коллекции. Рассмотрим самые интересные детали показов, все секретики, пасхалочки, которые там были спрятаны. И, собственно, в конце расскажу вам об этом споре, который разгорелся между дизайнерами. Поделюсь своим мнением на этот счет. И, конечно, буду очень рада пообщаться на эту тему с вами в комментариях. Поэтому желаю вам приятного просмотра. И в конце давайте встретимся в комментариях. И да, всем привет, с вами Оля. Добро пожаловать на мой канал Профэшн. У меня каждую неделю выходит выпуск самых актуальных новостей из модной индустрии, а также один тематический выпуск по типу сегодняшнего. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А сейчас давайте поговорим о том, что же такое кутюр. Вообще, недели моды можно разделить на две основные группы. Это недели высокой моды, а также так называемые недели прет-а-порте. По-английски это называется ready to wear, то есть готовые к носке. Недели высокой моды проходят в Париже два раза в год. То есть там презентуется коллекция осень-зима и весна-лето. Недели прет-а-порте включают в себя недели так называемой большой четверки. Сюда входят Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон. То есть проходят они в этих четырех городах. Также основными являются коллекции весна-лето и осень-зима. Кстати, да, если вы в последнее время часто замечаете, что коллекции названы просто spring или fall или autumn, и там нет приписки лето или зима, то это просто сделано, чтобы сократить название. Суть от этого не поменялась. То есть весна – это все та же самая весна-лето, а fall – это все та же самая fall-winter. Но также в сезонный график недели прет-а-порте добавились еще два показа. Во-первых, это показы resort, также они называются круиз, также иногда они называются pre-spring, иногда они называются holiday. Все это одно и то же. По сути, это коллекции, которые показываются, когда уже прошла зимняя неделя моды, а летняя еще находится в разработке. Часто эти коллекции похожи на какие-то пляжные, отпускные, но на самом деле там также можно встретить и какие-то зимние подборки, потому что бренды рассчитывают на жителей разных уголков планеты. И основная суть этой недели моды – просто чтобы у брендов была лишняя возможность о себе заявить и лишняя возможность продать новую коллекцию, то есть заработать. Есть еще один вид межсезонных коллекций, называется он pre-fall. Эта коллекция, в отличие от того же резорта, считается более доступной. То есть считается, что бренды там показывают более доступные по цене вещи, чем даже предо-портеп, эти коллекции не появляются на показах. Они представлены только в лукбуках на сайтах брендов или на сайтах типа Vogue Runway. Еще бывают капсульные показы, то есть это когда бренд показывает капсульную коллекцию. Часто это касается каких-то коллабораций со звездами или каких-то других тематических коллекций. Но это то, что идет вне графика, и вообще по желанию брендов не так часто они их делают. Но вернемся все-таки к кутюр, то есть к неделям высокой моды. Что вообще такое кутюр и какие бренды достойны показывать свои коллекции в рамках высокой недели моды в Париже? И да, центром высокой моды остается именно Париж. Там расположен так называемый синдикат домов высокой моды. И чтобы стать счастьем вот этого кутюрного мира, нужно соответствовать целому ряду требований. Во-первых, все производство и центральные магазины бренда должны находиться в Париже и попадать под юрисдикцию французского департамента промышленности. Во-вторых, это наиболее важный пункт, вся одежда от кутюр должна изготавливаться по индивидуальным заказам. Там должно быть не менее 70% ручного труда и только материала наивысшего качества. Кстати, о том, как бренды изготавливают, вообще заморачиваются по вот этому швейному, скажем так, мастерству, мы сегодня еще будем на примерах разговаривать. Кстати, должно быть не менее 15 сотрудников, специалистов по шелку и специалистов высокого класса по крою. Каждый образец одежды из кутюрной коллекции может быть пошив не более трех раз. При этом клиенты обязаны находиться на разных континентах планеты, то есть чтобы они ни в коем случае нигде не пересеклись. И да, в среднем на изготовление одной вещи от кутюр уходит от 6 до 12 недель, но на самом деле это бывает еще гораздо дольше, об этом мы тоже сегодня поговорим. Поэтому цена на вещи от кутюр соответствующая. В среднем цена платья аранжируется от 26 тысяч до 100 тысяч долларов. Это на самом деле не предел, там верхней границы практически не существует, но даже на такие коллекции находится свой клиент. Поэтому если вы думаете, что мы здесь говорим просто о каких-то показах, которые вот мы только посмотрели, сказали, вау, как красиво, и все чисто для имиджа бренда, нет, на самом деле эту одежду заказывают и покупают, и далеко не только звезды. Какие же бренды удостаиваются честь и демонстрировать свои коллекции в рамках недели высокой моды? Синдикат высокой моды включает три категории участников. Во-первых, это постоянные члены. Это члены, которые удовлетворяют всем тем требованиям, о которых я описала выше. Список этих брендов на 2023 год вы сейчас видите на экране. Также есть так называемые члены-корреспонденты. Это бренды, которые в плане качества удовлетворяют на 100% всем описанным мною выше требованиям, но их производство находится в других странах Айни в Париже. Список членов-корреспондентов также вы сейчас видите на экране. И также есть приглашенные члены-гости. Это бренды, которых синдикат приглашает показать свою коллекцию на грядущие недели высокой моды и видит в этом дизайнере, в этом бренде потенциал на то, что он когда-то сможет стать постоянным участником синдиката. В этом сезоне было очень много гостевых участников, целых 17. Для сравнения, в прошлом году было только 13. Из таких относительно постоянных гостевых участников это бренд Блинсяга, который, правда, полностью пропустил прошлый сезон из-за нашумевшего скандала. Также в этом году в качестве гостя достаточно громко выступил американский бренд Том Браун. О нем мы тоже сегодня поговорим. Ну, в общем, я думаю, мы разобрались с тем, что такое кутюр. И давайте уже перейдем непосредственно к прошедшей неделе высокой моды в Париже. Проходила она с 3 по 6 июля. И начать я хочу с того, чем же вдохновлялись дизайнеры при создании своих коллекций. Начнем с бренда Fendi. Fendi в этом году сконцентрировались на вот игре с формами, игре с драпировкой. Но вообще основным вдохновением для коллекции послужили драгоценные камни. И эта коллекция был такой мини-прогрев к тому, что Дельфина Дилитрес Фенди – это одна из наследниц дома Фенди, у которой есть своя ювелирная компания, независимая от Фенди. А сотрудничала она уже с разными брендами. Так вот, в этом году она разработала свою коллекцию так называемой High Jewelry. То есть это ювелирка самого высокого уровня для бренда Fendi. И вот они как будто бы вдохновились ее коллекцией драгоценными камнями. Поэтому модели там очень классно носили клатчи и украшения ровно в тон платья, которое было на них надето. Они даже специально руку как бы клали на платье, чтобы оно полностью сливалось по цвету. Был очень оригинальный ход с тем, что платья в таких нюдовых оттенках были подобраны идеально под цвет кожи модели, которая их демонстрировала. Это та фишка, которую активно использует Ким Кардашин в своем бренде Skims. В общем, несмотря на то, что коллекция не была какой-то супер оригинальной, мне она очень понравилась. Диор и Мария Грация Кюри, как обычно, выбрали для себя какую-то феминистскую тему. Я в своем видео про бренде Диор, а конкретно про Марию Грацию Кюри рассказывала, что вот фемистская повестка – это основа ее эпохи в Диор. Постоянно она делает к ней какие-то отсылки во всех своих коллекциях. И та коллекция, которую мы сейчас рассматриваем, не явилась исключением. Вдохновением послужили женские нарративы в античной мифологии. И есть на ютюбе даже видео, которое является такой рекламой к этому показу, в котором выступает итальянка Адриана Кавареро. Именно она консультировала Марию Грацию Кюри на тему женских персонажей в античной мифологии. В общем, если говорить простым таким языком, то это просто древнегреческая богиня какая-то. Вообще, несмотря на то, что коллекция Диор очень красивая, тут действительно не к чему придраться. Во мне она не вызывает абсолютно никаких эмоций, как, в принципе, и все творчество Марию Грации Кюри для Диор. Это просто очень красиво. Не знаю, чего-то в этом не хватает. Почему-то даже коллекция Фенди, которая, казалось бы, тоже была настолько же банальной, если мы сейчас говорим о высокой моде, мне и то как-то больше запомнилось. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих коллекциях. Вообще, пишите, какие коллекции вам понравились больше всего. Мы сейчас еще будем другие рассматривать. Какие вам не понравились вообще, мне будет очень интересно услышать ваше мнение. Скиапорелли. Скиапорелли – это, конечно, практически лицо недель высокой моды. Это бренд, который невозможно представить при этом порте, потому что они это все-таки про какие-то невероятные красоты, вечерние наряды, очень такие сюрреалистичные, иногда какие-то сумасшедшие. Эта коллекция мне понравилась гораздо больше, чем та, где вот все с головами львов ходили. И вдохновлялись они здесь различными художниками и другими мастерами. Ну, например, вот это платье, которое имитирует как бы мазки кисти, вдохновлено творчеством Люсиена Фрейда. И, кстати, Люсиен Фрейд – это потомок того самого Фузигмунда Фрейда, который автор теории психоанализа. Он умер, по-моему, в 2011 году, и уже при жизни он был очень популярным, и его работы стоили там по миллиону долларов. Но после смерти, именно из-за того, что дизайнеры очень часто отсылаются к нему и к его работам, и да, кстати, Скиапарелли были не единственные на этой неделе моды, дальше мы снова его вспомним. Так вот, да, сейчас стоимость его работы оценивается уже десятками миллионов долларов. Вдохновлялся Скиапарелли не только работами Люсиена Фрейда, но даже стенами в его студии. Они послужили вдохновением для вот этого лука. Зеркальная мозаика скульптора Джека Уиттона вдохновила Скиапарелли на создание вот этих комбинаций из юбки и кардигана. Синее напыление на модели – это привет Иву Кляйну. Были отсылки и к другим художникам. Также на этом показе были очень интересные украшения, но о них мы поговорим еще чуть попозже в этом видео, когда будем рассматривать уже непосредственно самые интересные детали показа. Шанель вдохновлялись, не поверите кем, у них прям самый оригинальный подход, а именно вдохновлялись они образом типичной француженки. В рекламных кампаниях для бренда снималась Ванесса Паради, и считается, что конкретно она также послужила вдохновением для этой коллекции. Несмотря на то, что я восхищаюсь самой Ванесса Паради, коллекция не произвела на меня никакого впечатления. На мой взгляд, она совершенно не модная. Насколько можно применять этот термин к неделям высокой моды, все-таки здесь речь идет не об одежде на каждый день, но все равно, не знаю, мне вообще не нравится эта коллекция, позволю себе тут тоже свои пять копеек добавить. Пишите, что вы о ней думаете, меня она не впечатлила. Идея вдохновиться француженкой для бренда Шанель, которая и так всю жизнь, по-моему, только француженками вдохновляется, тоже достаточно банальная. Но я могу предположить, что Шанель и не пытается показать что-то, что произведет эффекты вау, они не пытаются привлечь какую-то новую аудиторию, и не стремятся к тому, чтобы их показ все обсуждали, репостили в социальных сетях. У них конкретно для кутюрных вещей уже, я думаю, есть своя клиентура. Я так предполагаю, что это очень богатые женщины 50+, и вот на них они, собственно, и работают, и им проникает коллекцию, очень понравилось. Про Тома Брауна нужно поговорить подольше, потому что Том Браун – это американский бренд, и он как раз-таки является гостевым членом в этом году, и говорят, что это будет его единственный выход на неделях высокой моды. Но как минимум он сам так заявляет, что вроде он не планирует туда возвращаться еще, но посмотрим, как оно будет, потому что, по-моему, ему очень понравилось, и на самом деле французы вообще не так часто допускают американских дизайнеров прикоснуться к высокому искусству. Коллекция Тома Брауна посвящена, если говорить банально, путешествиям, потому что там была эстетика вот этой железнодорожной какой-то платформы, и как будто бы люди по ней перемещаются, но на самом деле Том Браун, он начинался с костюмов, с костюмов на заказ, и вся коллекция серая. Вообще показ был похож на какое-то театральное представление, но этим Том Браун славится, и по сути весь показ – это эволюция вот этого серого классического костюма от Том Браун, то есть он трансформируется сначала в платье, обрастает вот этими надувными рукавами, на нем появляется вышивка, и Том Браун бы хотел показать этим свою трансформацию от обычного портного до кутюрье. Сам показ был очень депрессивный, во-первых, все серое, модели ходили очень медленно, раздавались и звуки колокола, по сцене были расставлены фигурки голубей, собственно, образ голубя и был представлен на подиуме, но закончилось все хотя бы хэппи-эндо, в конце голубь стал белым, и это, по сути, голубь мира, который олицетворяет надежду на то, что мир когда-нибудь обязательно наступит. От себя тут хочу добавить, что вот это как раз-таки пример того, когда важно почитать заметки самого дизайнера в своей коллекции, возможно, заметки в каких-то модных изданиях или вот посмотреть такое видео на моем канале, потому что сразу как-то по-другому ты на эту коллекцию смотришь. Изначально она немножко пугает, она вся такая серая, видно, что она очень сложная именно с точки зрения конструкции, но как будто бы она как-то ужасает. А когда ты начинаешь читать это все, то приобретает это все другой смысл, и смотришь над это тоже немножко под другим углом. Пишите тоже в комментариях, как вам дебют Тома Брауна. Джорджо Армани, про него мы сегодня еще будем разговаривать в конце этого видео, вдохновлялся розой. И все образы, представленные в его коллекции, крутились вокруг этого цвета. Несмотря на то, что это звучит так же банально, как и вдохновиться образом типичной француженки, то, что было у Шанель, по-моему, сама коллекция у Армани гораздо интереснее, чем у Шанель, хотя он тоже вот этот дизайнер старой гвардии, и казалось бы, от него ты шоу не ждешь, шоу там и не было. Коллекция действительно очень красивая, от нее какую-то эмоцию ты получаешь, которую я вообще не получила от Шанель, которая мне, в принципе, эстетически не понравилась, и я вообще ее не получила от Диор, хотя там в плане эстетики меня все устроило. Баленсиага, показ Баленсиага, как и любой показ этого бренда. Конечно, особенно ожидалось, особенно внимательно рассматривался, потому что все вот сейчас смотрят, что происходит с Демной после этого скандала. Однозначно, мы видим, что культура отмены отменена в очередной раз, и этот показ очевидное тому доказательство. Тут уже было и много известных моделей, про них мы сейчас будем говорить, и вся фэшн, селебрити тусовка на этом показе присутствовала, так что все, скандал забылся, я очень рада за Демну. Сама коллекция, как описывает ее Демна, это должен был быть такой мост между прошлым и настоящим. И, в принципе, так у него и получилось, потому что было очень много луков в эстетике Кристобале Баленсиага. Я как-то часто разговариваю про Демну, я постоянно его защищаю, хотя я сама вообще не являюсь поклонницей бренда Баленсиага, у меня нет ни одной вещи от этого бренда, я пробовала какие-то примерять, но они мне не подходят, но я не устаю повторять, что именно Демну, как дизайнер, как человека, который делает действительно что-то новое, что-то изобретает, в отличие от многих других креативных директоров. Из-за этого я его, правда, уважаю, и он мне очень симпатичен, и если вы думаете, что Баленсиага это только про какие-то уродские луки, это только про какие-то гипертрофированные, оверсайзные силуэты, то просто посмотрите на вот эти образы. Мне невероятно понравились все образы вот с этими вырезами, где жакеты, платье выглядят очень структурированно, а вот эта структурированность, это основа бренда Баленсиага, но при этом они выглядят безумно элегантно, очень талантливо, скроено, и жалко, что Демна не показывает что-то такое на своих коллекциях притапорте. Тогда, возвращаясь к отсылкам, самое первое платье, которое открывало показ Баленсиага, вдохновлено, собственно, платьем, которое в свое время сделал Кристобаль Баленсиага, и это платье, в котором Грейс Келли отмечала свой 40-летний юбилей. Самым ярким был, конечно же, финальный образ вот этот, который представляет женщину в доспехах, и здесь Демна говорит, что он вдохновлялся Жанной Дарк, а как мы знаем, Жанна Дарк была сожжена в том числе, потому что она носила мужскую, да, мужские доспехи, мужскую одежду. Так вот, да, Демна говорит, что, возможно, если бы она носила вот такие доспехи, то ее бы не сожгли. И также он добавляет, что он сам всю жизнь страдал по причине того, какую одежду он носит. Не могу сказать, что этот лук мне нравится, но если говорить про мастерство, то он однозначно заслуживает внимания о том, как он был сделан. Мы поговорим еще немножко попозже. В разделе, где мы как раз будем обсуждать технику изготовления некоторых вещей, также очень запомнились вот эти пальто. Там было, по-моему, два или три пальто и один белый тренч. Дополненные они еще были шарфами, и фишка этих луков заключается в том, что они выглядят так, как будто бы и шарф, и подол пальто развивается по ветру. Но на самом деле это пальто действительно так выглядит, оно держит эту форму. И тут как раз-таки Дэмно вдохновлялся тем самым Люсиеном Фрейдом, о котором мы уже говорили, обсуждая показки о Парелле. Но вдохновлялся он не какой-то из его картин, а его личным стилем. Люсиен Фрейд, он как раз-таки был любителем вот этих длинных пальто, и постоянно повязывал шарф так, как будто бы это гаустук. И да, возвращаясь к вот этому мосту между прошлым и будущим, было, конечно же, тоже много луков в стиле Балетсяга. Максимально, я бы даже сказала, казуальных, как, например, вот этот образ с джинсами водолазкой, заправленной джинсой и ракезом. Тут тоже все не так просто. О джинсах мы вообще будем сегодня еще много разговаривать. Я даже неспроста выбрала вот этот аутфит для этого видео, потому что джинсы, как раз-таки, послужили, можно сказать, главным яблоком раздора. Я прощаю то, что Дэмон не изменяет своей любви к вот этой эстетике, не знаю, бандита 90-х. С точки зрения идеологии, мне нравится, что он как бы даже в кутюрную неделю это моды вставляет, но, по-моему, можно было это сделать немножко более, не знаю, элегантно, что ли, пишите тоже, что вы думаете. Жан-Поль Готье. В бренде Жан-Поль Готье сейчас идет эпоха, когда они работают с гостевыми дизайнерами, то есть каждый показ разрабатывает не сам Жан-Поль Готье, он сидит в первом ряду и наблюдает, а какой-то гостевой дизайнер. В этот раз это был Жульен Досцены, и он, собственно, вдохновлялся Жаном-Полем Готье. Количество отсылок к древним показам этого бренда было просто невероятным. Ну вот, например, приметы Жанна Дарка и этнические головные уборы вдохновлены коллекцией 1994 года. Меховые шапки повторяют кутюрную коллекцию 2005 года. Тогда, кстати, в 2005 Жан-Поль Готье вдохновился своей поездкой в Украину и, собственно, сделал вот эти меховые шапки. И вообще там тогда вся коллекция была в такой славянской эстетике. Также был топ скроен из галстуков, это повторяет коллекцию 2002 года. Были, конечно, знаменитые голые платья от Жан-Поль Готье, которые он показал в коллекции 1993 года. Были тоже не менее иконические для Готье лифы-конусы. Ну, в общем, Жюльен Дассена однозначно неплохо так порылся в архивах этого бренда. Непонятно, что он добавил от себя, но вот такая коллекция получилась у него. Самое дрышовое позволю себе использовать это слово в отношении высокой моды, но по-другому это не назовешь коллекцией была как обычно у бренда Victor & Rolf. Они вообще такие два авангардиста, у них постоянно какой-то трэш. Мне вообще позабавило, что на осенне-зимней кутюрной коллекции они показывают купальники, но да, если в прошлый сезон у них все крутилось вокруг объемного типа бального платья, то в этот раз они сказали, что играться не будут с купальником. Но это типичный Victor & Rolf, у них это всегда провокует это высказывание, у них своя линия, которую они гнут и не хотят ее изменять. И вообще где-то я читала тоже такое мнение, что для бренда вот эти кутюрные показы, в отличие, к примеру, от Chanel, от Dior, от Fendi, это точно не про то, чтобы обслужить каких-то клиентов и им это все потом продать, а это про то, чтобы просто напомнить о своем бренде, а основным продуктом этого бренда является в первую очередь парфюм. Поскольку я вначале сказала, что все-таки в кутюр главное это мастерство, это качество ткани, это ручная работа, то именно про мастерство мне хочется отдельно поговорить. А вообще я тоже слышала такое мнение, что показы кутюр невозможно оценить по фото или по видео, что нужно сидеть там в зале, чтобы видеть на самом деле как сделана эта одежда. Но я постаралась найти максимум информации о том, как что-то изготовлялось и даже какие-то видео с процессом, чтобы мы тоже хотя бы на чуть-чуть смогли проникнуться высочайшим классом этого мастерства. И на самом деле эта неделя моды отличилась именно своими оригинальными необычными подходами к тому, из чего делались определенные вещи. Ну, например, что показал Жан-Поль Готье? Клетка и леопардовые узоры вот в этих нарядах вышиты из бисера. Вы представляете себе, что такое полностью обшить какую-то вещь бисером? Сколько часов уходит на эту работу? Поэтому, я думаю, тут уже вопросы к цене таких вещей отпадают. Тифан-джинсы выполнены из тончайшего шелка и тоже расшитым бисером. Но самые обсуждаемые джинсы показала Валентина. Вообще, я должна признаться, что показ Валентина мой личный фаворит в рамках этой недели моды. И открывал этот показ как раз-таки лук, к которому возникло тоже много вопросов. Это достаточно казуальный образ, состоящий из джинс и белой блузы. Так вот, эти джинсы тоже полностью сделаны из бисера. По фото ты никогда этого не увидишь, но на самом деле они изготовлялись в течение четырех недель. Бисер был вышед по диагонали поверх настоящего денима. В общем, это какая-то сумасшедшая работа и такая, знаете, игра немножко тоже со зрителем, что вроде как это супер casual джинсы, но при этом, когда ты понимаешь из чего и как они изготовлены, то они достойны статуса кутюр. Но вообще коллекция Валентина, она не была такой казуальной, он, мне кажется, сделал как раз-таки идеальный микс из каких-то более повседневных нарядов, из более вечерних луков. Все они при этом были одинаково красивые на мой вкус, опять-таки, это лично мое мнение, пишите, что думаете вы, но мне это было смотреть интереснее всего. Обещала вернуться к вот этому платье доспехи от Balenciaga, так вот, оно было напечатано на 3D принтере из хромированной стали, и на изготовление этого платья ушло там что-то типа 10 месяцев, естественно, весит оно какое-то невероятное количество килограмм, поэтому просто браво этой модели, которая тащила его на себе. Еще раз повторю, меня этот наряд вообще не впечатлил, однако другие техники Balenciaga мне понравились гораздо больше. например, вот эти уже упомянутые мною пальто Balenciaga, которые создают эффект, как будто они развиваются на ветру, выполнены из какого-то инновационного трикотажного материала, которому с помощью утюжков можно придавать любую форму. И вообще нужно отметить, что Balenciaga чаще многих обращается к каким-то инновационным материалам, технологиям, да, то есть тут все завязано не только на ручном труде, но и на примене каких-то новых, современных техник. Но самой оригинальной фишкой всего показа была техника живописи маслом. Допустим, она использовалась для создания вот этих двух шуб, то есть это на самом деле не шубы, а это маслом кто-то по ткани рисовал вот этот эффект меха. Balenciaga тоже играет с данимом, это, заметьте, уже третий дизайнер, был Жан-Поль Готье, была Валентина, так вот, Balenciaga тоже на обычных брюках, с помощью вот этой масляной краски рисует эффект денима, и получается, что это как будто бы джинсы, хотя на самом деле это брюки. И что тоже очень интересная фишка, абсолютно наоборот, он играет с вот этим луком, это выглядит как классический мужской костюм, с вот этой классической клеткой принца Ольского, и дело в том, что этот костюм как раз таки на самом деле сделан из джинсы, то есть он выглядит как шерстяной какой-то костюм, а сделан полностью из денима. И вот эти как будто бы кожаные штаны это на самом деле тоже вот та самая техника масляной живописи. В общем, Демна по полной играется с вот этой идеей создания иллюзии какого-то материала. Хочется отдельно поговорить о деталях, то есть о прическах, о макияже, об украшениях. Диор показал очень оригинальные косы, они в принципе вписывались в эту эстетику античной богини. Это, наверное, было самой оригинальной деталью всей коллекции. Том Браун показал вообще какие-то суперсюреристичные макияжи и прически. И там за макияж отвечала очень известная визажистка и самая Френч. За прически тоже отвечал культовый парикмахер Юджин Сулейман. Тоже забавный факт про показ Том Браун. На приглашениях было написано «Пожалуйста, наденьте ваш лучший серый». Я уже говорила, что вся коллекция была серой, этого у Брауна хотелось, чтобы гости все были серой и практически все соблели этот дресс-код, кроме Анны Винтур. Но для нее, как говорится, закон не писан. А еще Том Браун взял с собой в кутюр свою любимую таксу Гектора. В обычных притапорте коллекциях бренда она постоянно мелькает в виде сумок или каких-то вышивок и других деталей. И даже на неделю высокой моды он не забыл своего любимого питомца и сделал сумку в виде нее. И, кстати, говоря про собакой. Я сначала подумала, что, наверное, было бы прикольно, если бы они эту собаку хотя бы одели во что-то. Но тогда с другой стороны это бы вмешали защитники животных. Странно, что они вообще не вмешались, что, типа, эта собака там делает. В общем, я долго искала информацию о том, что это какая-то, наверное, особенная собака. Может быть, тоже это любимая собака-дизайнер или что-то. В итоге я не нашла ничего. И Шанель просто сказали, что лучший аксессуар этого сезона это лучший друг человека. У Скиапарелли на одной из шуб, назовем это так, хотя это, конечно, не шуба в классическом понимании, были очень классные деревянные руки такие сложенные. А вообще Скиапарелли, как обычно, уделила огромное внимание украшениям. Это отличительная фишка этого бренда. У них часто какие-то необычные, объемные, как правило, золотые украшения. И вот в этот раз все было сконцентрировано на различных частях тела, причем частях тела с пирсингом. Из-за этого многие начали писать, что эта коллекция вообще вдохновлена африканской культурой, но в официальных заметках от Скиапарелли я такой информации не нашла. Возможно, это объясняется тем, что они побоялись все-таки новой этики и того, что их обвиняют в культурной апроприации, и поэтому они не стали прям открыто об этом писать. Но я вам сейчас покажу эти украшения, тут как будто бы вообще прямая связь с американской культурой. Во-первых, было много ушей. Была брошь в виде ушей, была сумочка в виде яблока, у которого есть уши, причем проколотые уши. Был пояс с ушами, также были лубы, была грудь, и, конечно, тоже с проколотыми сосками, и также был браслет в форме лица. С Валентина получилась интересная история, потому что там с самыми яркими деталями, во-первых, были вот эти сережки, которые напоминали хрустальную люстру, одна модель вышла в как будто бы парике, но, в общем, у нее все волосы были сделаны из кристаллов, и также на многих луках, в том числе, на моделях, которые презентовали какие-то вечерние платья, были надеты балетки с такими объемными бантами. Мне понравились все эти детали, но тут вышла такая маленькая проблемка, потому что через несколько дней после показов корейский бренд, я не уверена, что я правильно произношу это название, если что, извините меня, корейский бренд Kim He Kim опубликовали в социальной сети то, что, как им кажется, Валентина очень вдохновился их коллекцией, и действительно, этот бренд славится как раз таки своими балетками с объемными бантами, но это, в принципе, не новый ход, но больше меня смутили вот эти очки, которые, правда, очень похожи, и тот самый парик из кристаллов тоже напоминает этот бренд, в общем, сам бренд постарался как достаточно итично написать, что вот они не то чтобы намекают, но как-то вот странные эти параллели, а Валентина, конечно, как и полагается такому модному дому огромному отмалчивается, вот, я думаю, там пиарщики прекрасно понимают, что все вот эти темы быстро забываются, и тут комментировать это как-то, это скорее лишний раз привлекать к этому внимание, поэтому лучше просто отмалчиваться, скажем так, если убрать эти аксессуары, коллекция Валентина станет не менее прекрасной, и, кстати, еще нашла классную статистику на сайте Data But Make It Fashion, они собирают такую самую оригинальную статистику, касающуюся модной индустрии, так вот, они разместили такой график, где они говорят, что за последние 10 лет Анна Винтур всего лишь 5 раз аплодировала дизайнерам стоя в конце показа, это было в 2012 году на показе Сен-Лоран, когда еще креативным директором был Штефано Пилати, в 2014 году на коллекции Марка Джейкобса для Лоу Виттон, в 2019 году на коллекции Лагерфельда для Шанель, это была последняя его коллекция, с прошлым году на кутюрной коллекции Валентина, и в этом году на кутюрной коллекции Валентина. Также хочется отметить, что в этом году было очень много мужских моделей, вообще официально вот этот синдикат высокой моды позиционирует себя как синдикат вот именно женской моды, но в этом году было очень много мужских моделей у Валентина, у Баленсиага, у других брендов тоже, и как раз в одном из выпусков новостей, где мы обсуждали прошедшую мужскую неделю моды, я говорила о том, что в этом году она в принципе получила какую-то невероятную популярность, никогда к мужским неделе моды не было столько внимания, как в этом году, никогда они не были такими интересными, так что видите, эта тенденция перенеслась и на неделю мода кучур, еще хочу поговорить про модели, которые ходили по подиуму, и потом как раз таки придем к этому скандалу, который разгорелся по окончанию недели высокой моды, так вот да, некоторые бренды показали пояснику кульцевых моделей, например, показ Шан-Поль Готие открывала модель Натальи Водянова, а закрывала его культовая модель Летиция Каста, показ Валентина открывала модель Кая Гербера, это никто иная, как дочка Синди Кроуфорд, и она, кстати, тоже очень популярная модель, про модели Баленсиага я даже сняла отдельный шорс, те, кто его видел, простите, я сейчас немножко повторюсь, но новую информацию я тоже нашла, в общем, открывала показ модель Даниэль Славик, это как раз таки то самое платье, в котором на Грейскелле отмечал свое 40-летие, и модель Даниэль Славик работала еще и была музой самого Крестобаля Баленсиага, поэтому да, и для бренда, и для нее это было такое большое событие, что она снова вернулась на подиум, выглядит она шикарно, и вообще нужно сказать, что на этой неделе моды было очень много, надеюсь, так можно говорить, возрастных моделей, и по-моему, это очень классно, то есть, наконец-то, у нас не только разные расы, разные фигуры представлены, но и разные возраста, и по-моему, очень классно смотреть на то, как какие-то аутфиты выглядят на более взрослых, скажем так, женщинах, лично мне такие показы кажутся гораздо более интересными. По подиуму Баленсиага ходила, конечно же, главная почитательница бренда Рената Литвинова, и Рената Литвинова, по-моему, просто собственно для Баленсиага, она тот человек, который это носить умеет, на котором это смотрится шикарно, и это касается не только вот такого вечернего платья, но и даже вот этих уродских вещей Баленсиага, она умеет это преподнести. Также по подиуму прошлась культовая французская актриса Изабель Юпер, не менее культовая французская модель Иннас Делла Фрессанж, одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х Эмбер Валетта, а также футболист Алекандро Гарначо, который играет для Манчестер Юнайтед. Что же за дискуссия произошла на почве недели высокой моды, которую мы только что с вами обсудили, рассмотрели во всех деталях? Как мне кажется пусковым механизмом послужил никто иной как Джорджи Армани Джорджи Армани вообще легендарной личностью ему уже 89 лет он действительно вот старая модная гвардия и знаете как любому я сейчас это с большим уважением и большой любовью говорю как любому старичку ему конечно полагается немножко поворчать и вот он сказал что кучур уже не кучур и вообще кучура это теперь просто любая одежда лишь бы она была сделана вручную из какой-то хорошей ткани и он вообще не понимает ради чего он едет в Париж а это для него все так достаточно тяжело потому что все наряды нужно транспортировать естественно это нужно делать очень аккуратно и если раньше ему хотя бы было там с кем себя сравнить то теперь сравнить ему себя не с кем и в общем он намекнул на то что возможно он вообще будет оставаться в Милане и игнорировать последующие парижские недели высокой моды говорит он о том что уже неощутима вот эта разница между кутюрой притопорте потому что кутюр как будто бы опустился при этом притопорте бывает чересчур какой-то навороченный он и про себя говорит что у него притопорте бывает тоже слишком уже сложный однако все равно в рамках кутюрных недель мод он пытается превзойти вот этот уже высочайший уровень своего притопорте в общем ворчал он по полной причем непонятно конечно же он не называл каких-то конкретных дизайнеров которые его там не вдохновили то есть я так поняла что ему в принципе никто не понравился но в итоге этот тезис подхватили другие фэшн-критики и многие перенесли его как раз таки на вот эти казуальные образы на вот эти джинсы которые мы три раза уже сегодня обсуждали и на то что в целом было очень много каких-то простых вещей а не только вот эти вечерние платья которые мы привыкли видеть на показах кучур и тут я тоже нашла цитаты как раз таки от Валентина который показал свои джинсы и у которого в целом в коллекции было много таких казуальных луков он приводит цитату французского скульптора Константино Бранкузи который сказал simplicity is complexity resolved то есть простота это как бы решенная сложность немножко сложно перевести на русский но по сути он говорит что вот искусство как раз таки в простоте для него и поэтому от этого он и отталкивался когда создавал свою коллекцию хотя у него было достаточное количество вечерних луков а Демна Горасали из Блинсяга говорит что он любит кутюр который ты видишь и кутюр который ты не видишь и тут я так понимаю он как раз таки делает отсылку к вот этим меховым бальто которые на самом деле разрисованы к джинсам которые на самом деле разрисованы и то что ему нравится как раз таки вот эта игра что это вроде простая вещь а на самом деле если уходить в то как она изготавливалась она на 100% кутюр при этом он как и Валентина показал достаточное количество каких-то вечерних нарядов и сам она говорит что он хотел баланса и что кутюр не должен быть всегда in your face типа смотри какое роскошное платье и также я нашла цитату Доминика Дольче Дольче Габбана не показываются в Париже но тем не менее Доминика Дольче тоже в свое время говорил что высокая мода это не только вечерние платья сложные вышивки скрустация стразами но и вещи на каждый день даже пижама или джинсы но и самые лучшие ткани то есть по сути они как раз таки ровно противоположность говорят тому что говорит Армальне для них кутюр это в первую очередь про мастерство про качество ткани про технику а уже то какого стиля сама вещь это не имеет значения и здесь перед тем как я перейду к тому чтобы высказать что я думаю на этот счет хочу вернуться к началу этого видео где мы обсуждали что такое кутюр где я рассказывала официальное определение кутюр хочу отметить что там тоже ничего не было сказано про стиль вещей про то что это должен быть не знаю black tie что это только вечерние наряды нет там все внимание тоже было уделено только высоким стандартам производства ручной работы и так далее и так далее я как обычно буду говорить то что истина она всегда где-то посередине если бы все показы были такими как показ шанель диор и фенди при том что фенди мне понравился диор был нормальным шанель был на мой взгляд ужасным если бы все такие были показы то ну не знаю мы бы со скуки умерли я бы точно не снимала отдельное видео про эту неделю моды потому что обсуждать было бы просто нечего это бренды которые чисто отрабатывали на клиентуру кутюрье это не про то чтобы сделать какое-то высказывание чтобы произвести какой-то вау-эффект чтобы заставить людей разглядывать их наряды завете мы даже не обсуждали технику как они там изготавливались хотя я уверена что там тоже есть что обсудить но настолько там ничего не запомнилось что как-то и никто особо и не углублялся в том как и кто из чего это делал при этом такие показы должны быть это красиво и у этого есть свой клиент и клиенты это кстати не только звезды на красных дорожках это в принципе все самые богатые прослойки общества которые в итоге выгуливают эти костюмы от шанель я не знаю какие-нибудь скачки часто мы на мероприятиях королевской семьи тоже наблюдаем гостей которые все одеты от кучур то есть им нужны как раз таки такие вещи но меня очень радует что есть бренды которые от этого отходят и здесь я не хочу раскатываться в сторону виктора где уже совсем авангард и совсем игра хотя тоже классно что такое есть потому что я вообще за разнообразие но я говорю мне откликается подход валентина допустим в этот раз потому что у него есть полный микс и сколько мы здесь обсуждали что ого это джинсы сделано из бисера и вот этот лук валентина как раз таки с джинсами он смотрится супер элегантно супер роскошно и мы живем во время когда в принципе все демократизируется и в том числе дресс-коды демократизируются уже в больших компаниях давно никто не ходит в костюмах ну там только топ-менеджмент и то не всегда если мы говорим про какой-нибудь гугл то есть все становится более демократичным и на мой взгляд это может переходить в кутюр пока остается основа кутюра основа кутюр это мастерство кутюрье и мастерство кутюрье мы здесь увидели и в этих джинсах и там в костюмах этих от Блинсиага опять-таки если возвращаться к Блинсиаге вот эти типичные демно-луки с ракезом с черной водолазкой уже на мой личный вкус немножечко перебор но все-таки он показал огромное количество элегантных невероятно красивых луков поэтому опять-таки не придерешься и мне вот именно такие разнообразные показы интересны лично как зрителю гораздо больше да даже как потребителю понятно, что у меня нету денег на кутюр но вот если я представляю, что они бы у меня были да, то я бы с удовольствием приобретала вот такие казуальные там джинсы, да, которые вышиты из бицелем от Валентины это, по-моему, гораздо более интересная вещь, чем вечернее платье от Диор в общем, я за разнообразие да, я здесь ни в коем случае не говорю, что Шанель и Диор сейчас должны тоже переобуться и стать вот такими нет, это прекрасно, что есть они но также прекрасно, что есть бренды, которые пробуют что-то новое которые пробуют какие-то новые техники, которые играются и в итоге каждый может найти что-то на свой вкус и цвет в итоге нам есть что обсудить пишите, что думаете вы что для вас кутюр что для вас из того, что я показала, было совсем не кутюр какие вам вообще показы понравились больше всего какие меньше если вам это видео понравилось то, как обычно, я попрошу вас поддержать меня своими лайками своими комментариями делитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями или с вашими подписчиками которым оно тоже может быть интересно это очень помогает в продвижении моего канала и позволяет мне регулярно выпускать контент и повышать его качество благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца увидимся с вами совсем скоро подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео пока-пока